здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня хочу вами хочу разобрать одну интересную один интересный комментарий это сейчас если я его найду я его здесь добавлю значит касается он видео моего про закрытие резинки один на один иглой вот мое первое видео тоже оставлю ссылочку под видео в описании и комментарии да что зачем зачем снимать петли если их можно оставить на спице значит что хочу вам сказать попробовать только что час наверно сидела несколько вариантов пробовала и хочу вам сейчас просто показать так ли это просто на самом деле когда прочитал это комментарий думаю о боже как я не додумалась до этого но потом оказалось не все так просто как по мне я не знаю может кому-то это и проще в общем показываю вам как закрыть петли при помощи иглы но не снимая как бы со спицы не сразу снимая так скажем потому что совсем не снимая не получится вот тут нужно понимать что нам нужно эту петлю развернуть я уже пробовала и так и сяк как бы эти петельки варьировать в общем взяла другую нить чтобы было понятнее чтобы было понятнее куда мы идем значит первым делом я вот первую кромочную петлю и лицевую нам нужно захватить переднюю как бы стеночку а передняя у нас вот она сзади видите то есть я цепляю первую петлю и я цепляю вот эту вот лицевую но за вот эту стеночку чтобы развернуть эту петлю так теперь нам нужно здесь изнаночную за вот эту вот стеночку и лицевую тоже вытаскиваем из промежутка смотрим внимательно вот вот эту чтобы петлю развернуть то есть нижнюю здесь бы у нас вот так вот можно было бы уже отпустить если бы это было нить так теперь возвращаемся сюда здесь у нас развернута лицевая цепляем а эту подцепляем снизу вот эта нить которой мы сшиваем здесь мы опускаем и вот эту вот лицевую отпускаем уже вот видите я путалась уже путалась здесь начало какое-то у меня непонятное вот здесь вот надо продумать но тут что я хочу сейчас проверить так это так это этот способ значит здесь у нас я вернулась изнаночная за эту стеночку а здесь снизу я вот до сих пор у меня каша в голове от этого способа отпустила одну петлю то есть всегда на спицах у нас должно оставаться две петли которые мы будем еще использовать значит лицевая цепляю за вот эту вот которая выпуклая а эту следующую за нижнюю стеночку это очень важно я уже и так и сяк пробовала по всякому отпускаю петлю видите и отпускают эту нить которой я сшиваю здесь можно на этом этапе подтягивать как бы чтобы регулировать натяжение и закрытие петель и снова вот то есть первую мы если она уже прошита один раз эта петля то мы ее берем вот как как нам видно а если это новая петля которая первый раз цепляется то мы поддеваем ее как бы снизу таким образом отпускаем эту лицевую и дополню и ту петлю ой ту ниточку которой мы это все сшиваем и уже мы на этой стороне опять же если петля второй раз то сверху если петля первый раз прошивается то снизу что удобно в этом способе не знаю может я вас запуталась еще больше ну конечно же это видео для тех кто уже смотрел то видео кто пробовал как бы закрывать эти петли вот поэтому в любом случае нужно попробовать посмотреть видео так вот это выглядит если петли не спускать что удобно удобно то что не нужно искать вот эту иглу вот эту петлю которую я все выискала в том видео я ее пыталась найти там поддеть если отпускать эту петлю здесь же этого делать не приходится вот смотрите единственное что здесь не совсем удобно подхватывать но если приловчиться то на самом деле вот сейчас уже я поначалу мне казалось что это полный полный как бы нет поначалу я была восхищение думаю как как я не додумалась потом я начала пробовать и меня ничего опять же не получилось вот потом попробовала поменять как бы по-другому провязывать петли чтобы они были по-другому повернуты тоже ничего не получилось не помогло это только вот таким вот способом то есть первый раз второй раз цепляем петлю именно за выпуклую часть которая выступает к нам а если петля первый раз провязывается то поддеваем снизу цепляем и отпускаем эту петлю которая же захвачена вот видите здесь видно два раза захвачена ее мы отпускаем если она захвачена один раз как вот этот тугу и оставляем на спице хватаем сзади то есть это видео у меня дополнение к тому первому в принципе можно даже на этом этапе отпустить они потом уже да так будет даже лучше вот отпускать сейчас я вам покажу в общем это да это видео у нас дополнение к тому первому вот сейчас отпустить эту же петлю которая провязана два раза и потяда и подтянуть вот эту нить вот тогда будет ровно красиво кстати вот видите все таки надо пробовать тренироваться находить оптимальный как бы удобный вариант вот здесь уже смотрите я ее подхватила отпустила вот да кстати вот она вот она пришла я все таки это одеваю две петли может кто-то уже так вязал это я учусь всю жизнь да тогда получается смотрите как красиво да действительно так удобнее все теперь я уже согласна в начале и видео когда я начинала снимать я еще не была согласна с вами на сто процентов а сейчас я с вами согласна вы правы абсолютно правы совет гениальный вот уже правда в том девчонки что все надо пробовать вот любую любую другую новую методику вот что новое учитесь надо вот съесть и попробовать вот когда вы прочувствуете в руках вот именно само как бы куда петелька куда ниточка как она поворачивается когда она входит как бы стадию автоматизма тогда уже это все очень легко и просто вот тут я уже согласна с моей зрительнице спасибо за совет девчонки пишите ваши когда видите что я что-то делаю не так а вы умеете лучше боже я с удовольствием читаю и и прислушиваясь к вашим советам шли дети даже мне интересно попробовать вот доказательство того чтобы у меня красотки все девчоночки на сегодня я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока я думаю вы возьмете это это все на заметку потому что это действительно стоит того до 100 и того поучиться чтобы научиться этому способу в тяж говорю я очень много лет я боялась этого способа закрытия иглой и и все никак все никак и наконец-то я к этому пришла вот только сейчас все девчоночки с вами была века школа рукоделия всем пока пока